добрый день наступила осень и в ресторане московский двор мы сегодня сделаем украинский кулеш такой казачий кулеш по ходе холодно ветер мокрый дождь со снегом остановились на постой и что-то хочется есть такого сытного горячего но не очень густого такой полусуп полу второе и для этого лучше кулеша ничего нету русский можно кашу предложить узбеки едят плов а на украине казаки в походе кулеш сало всегда с собой луковица есть собой мешочки пшено салют воду чуть-чуть подсолить высыпаем туда пшено закрываем крышкой и на медленный огонь на 25 минут пока каша у нас доходит до кондиции картошку нарезаем мелкими кубиками среднего размера такими вот кубиками сало нарезается кубиками сковородка горячая бросаем сало сало должно немножечко вытопиться стать прозрачным нарезаем сюда лук добавляем сюда лук ну прошло 25 минут смотрим нашу кашу ведь она такая жидкая полу суп полукаша добавляем сюда картошку перемешиваем так все картошку опустили перемешали накрываем крышкой и на 25 минут про кашу забываем кулеш блюдо старинное считается что она возникла гораздо раньше персловутого борща кулеш придумали запорожские казаки которые варили его в походах а чумаки готовили на привалах в те времена он заменял целый обед ведь кулеш состоял из картофеля лука и сала заправленного зелени так и по сей день обязательно его частью является вода и сало а вот крупа может использоваться любая главное чтобы она хорошо разваривалась известен казачий он же плавневый кулеш его готовили казаки укрываясь на своих челнах чайков плавня великого луга после набега натурок кулеш готовили и в домашних условиях и во время полевых работ и чумаки в дальней дороге поэтому он получил еще одно название полевая каша картошка у нас готова видите с консистенцию это и не суп и не каша жидко между первым и вторым вот теперь самый торжественный момент вот это самое вкусное конечно нашему кулешей которая придаст ему сам этот пикантный аромат перемешиваем добавили петрушечку приятного аппетита